Ребят, я еду на встречу с Капитео, так называют бойцов-картелей. Со мной заезжает мотоциклист. Так вот, вот это вот, кажется, за мной приехали. Едем мы на байке. Мы едем сначала по обычной части Рио-де-Жанейро, но наш маршрут идет в фавелы. Все, вот, мы выезжаем из такой городской дорогой застройки. Байджик при этом едет просто как сумасшедший между машинами. И говорит мне, что все, дальше я снимать не могу, надо включать камеру. Включаем. В рюкзак при этом я еще дома положил включенную маленькую камеру, просто на всякий случай. Меня высаживают у одной из фавел и говорят ждать. Я уже потом пересматривал это видео. Ты блогер? Да, я блогер. И ты можешь это доказать. Я могу показать тебе свой канал. Рядом идет обычная жизнь. Прямо средь белой дня члены картелей еще раз пробивают мою личность и говорят мне подождать в магазинчике рядом. Все, можно идти. Я стараюсь снимать как могу, а заодно запоминать дорогу, но в петляющих улицах фавел сделать это почти невозможно. Мы едем куда-то на себя. Проезжаем опорные пункты красной команды, так называемые Бока де Фума. Я рассказывал о них в прошлом выпуске о Бразилии. На них огромное количество сильно вооруженных подростков. Наконец подъезжаем. Один из сопровождавших меня сзади бойцов лихо укатывает дальше. Здесь мне еще нельзя снимать? Здесь еще нельзя. Я думал, что мы уже приехали, но теперь бойцы ведут меня через фавелы пешком. Место, куда мы идем, посторонние туда не заходят. Ты увидишь в глубине фавел дорогие дома. Это дома высокопоставленных наркоторговцев. И такие дома нельзя снимать. Мы много раз останавливаемся, как будто чего-то ждем. Только потом я узнал, что парни все это время проверяли, не идет ли кто-то за мной. По дороге они рассказывали мне истории. Наш братан умер. Умер? На войне. С другим картелем вчера. Его застрелили? Да, застрелили. Это у тебя его фото в телефоне, да? Да. Мы пришли в какой-то дом, очень небольшой, маленький. Здесь будет интервью. Не могу долго говорить. Я просто зашел в туалет. Члены картеля настояли, чтобы интервью я снимал на фоне вот этого одеяла. Капитао, пришедший на интервью, надел балаклаву, кепку, капюшон, не решив, что этого мало, закрыл еще и глаза очками. Но мы сразу договорились, что я не покажу лиц и не назову мест и имен. Это реальный автомат или фейковый? Самый настоящий. И он заряжен? Может, опять? О, да, он настоящий. Оказалось, что у него с собой есть еще и пистолет с увеличенным магазином. О, его улучшил более длинный магазин. А я слышал, вы тут часто усовершенствуете свои пушки, да? Да, да, чтобы было больше пуль в магазине. И у вас тут любят тяжелое вооружение. Какая самая большая пушка в твоем арсенале? Калибр 12,7. Можно было начинать интервью. Сегодня сравним два главных города Бразилии. Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло. По рассказам бойцов двух главных картелей этих мегаполисов. Мы в Сан-Паулу ни с кем не хотим войны. В Рио все по-другому. Там они любят все эти конфликты за территорию. Мы тут расстреливаем бронемашины полиции, сбиваем их в вертолет. У нас тут много жести. Все о нравах бразильских картелей. Сколько максимума ты тут можешь заработать? Тебе приходилось кого-то убивать? А что, если девчонка из ФАВЛ влюбится в полицейского? У тебя есть дети? Можно об этом спросить? Думаешь, твои дети будут тоже бандиты? Мы прогуляемся по трущобам и местам, которые даже хуже трущоб. Ребята, мы приехали в то, что называется Краколандия. Заглянем в Краколандию. Царство Крека, кочующее по огромному городу. Выясним, почему жители Сан-Паулу сбегают из роскошных особняков и квартир. Вот то же самое, видите, заброшенный особняк, который стал просто ночлежкой для бездомных. Зайдем в такие особняки. Огромный, огромный дом. Огромный дом. Захваченный просто людьми. Занятно, что хозяева, видимо, богатые хозяева, просто уехали, просто бросили его. Расскажу, как грабят в крупнейшем мегаполисе Бразилии, в том числе на собственном примере. Ребята, меня обворовали в Бразилии. И где потом все это искать? Я сейчас так аккуратно постараюсь снять, и, собственно говоря, сбывают краденые. Но еще сегодня мы попробуем весь стрит-фуд бразильских фавел. И отправимся в одно из самых красивых мест страны, на самую странную в моей жизни охоту на крабов. И покажу, как правильно их есть. Ребят, я не знал, что голову краба на самом деле едят. Ребята, мы в Бразилии, в мангровом лесу. У нас есть крабы, у нас есть все, что нужно. Приготовьте свои желудки и нервы. Сегодня будет бразильская кухня, какой вы ее еще точно никогда не видели. Погнали! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здесь, в Бразилии, поймал себя на том, что постоянно, просто постоянно хлопаю по карманам, проверяю, все ли на месте. Потому что не покидает ощущение, что у тебя могут что-то утащить. Больше всего волнуюсь, конечно, за свои камеры, которые у меня в рюкзаке. И одну у меня все-таки утащили. Она лежала вот так. Это я уже купил новую в боковом кармане. Но на самом деле из этого кармана вытащить камеру не так просто. Но я вообще ничего не почувствовал, когда у меня ее вытаскивали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Слава богу, что хотя бы за деньги в Альфа-банке я могу не волноваться, их не только не утащат, но на них я еще и получу выгодный кэшбэк. Причем, поскольку в Москве я оплачивал все со счета ИП, то выгодный кэшбэк я получу по бизнес-карте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА За покупку билетов сюда, в Бразилию, за прочие траты до 10 тысяч баллов. И за операции по счету, например, за оплату налогов, еще до 5 тысяч. Вернусь в Москву и решу, как их потратить. Можно просто поменять на рубли по курсу один к одному, а можно пустить на сервис Альфы. Альфа-карта для бизнеса – мой очевидный выбор, где бы я ни находился. А если вы хотите карту для бизнеса, которая даст вам 10% кэшбэка на все и прочие бонусы, то успейте заказать Альфа-карту по ссылке в описании. И берегите свои деньги. Друзья, смотрите мои премьеры на ВК-видео на два дня раньше. Вот, ты видишь дорогие дома? А тут рядом, смотри, начинаются трущобы. Парализополис – это второй крупнейший район трущоб в Сан-Паулу. Более 100 тысяч жителей. С бразильским журналистом Рената мы едем в бастион главного картеля страны, а, может быть, и всей Южной Америки. Город Сан-Паулу всегда считался криминальной столицей Бразилии. Даже по южноамериканским меркам здесь так опасно, что, например, в 2024 году сюда на матч отказывались приезжать профессиональные игроки в американский футбол. Чубаки, я не хочу ехать в Бразилию. Хотите знать почему? Я скажу почему. Нам уже сказали не выходить из отеля, никуда нельзя ходить, потому что уровень преступности там сумасшедший. Нас вчера собрали и выкатили гору того, что нам нельзя там делать. Я просто надеялся прилететь туда, сыграть матч и вернуться живым домой. Весь город контролирует один единственный картель – Primero Comando de Capital, или первая команда. По данным журнала Economist, это крупнейшая наркобанда Бразилии с филиалами по всему миру. В ней 40 тысяч постоянных членов и еще 60 тысяч наемников. Первая команда контролирует 50% экспорта наркотиков из Бразилии. А еще главный порт Латинской Америки – Сантос, он около Сан-Паоло. И целые кварталы самого мегаполиса. В один из них мы и направляемся. В Парайзополисе нас встречает местный парень – Игорь. Никаких связей с Россией у него, несмотря на имя, нет. В Бразилии вообще популярны русские имена. Вот, например, в тех же фавелах магазин «Юрий». В честь, очевидно, Юрия Гагарина. Все норм, профессор, все в порядке. Привет, привет. Как сам, в порядке? Сегодня жду тебя на тренировку. Буду, конечно. Ну, замазали, все. Окей, увидимся. Скажи, где мы? Мы подходим к главной лестнице. Это один из трех десятков входов Парайзополис. Парайзополис, потому что Параиза – это рай. И Полис – это город. Ну, то есть мы с тобой идем в райский город. Вообще обожествлять фавелы в Бразилии любят. В Рио-де-Жанейро, например, есть район трущоб «Город Бога», который стал всемирно известен после одноименного фильма. Парайзополис стал всемирно известен после вот этого кадра – фотографа Тука Виера, получившего массу призов. Это не монтаж. Справа – высотка с пальмами, бассейнами на каждом балконе и квартирами за миллионы долларов. Слева – фавелы нищих. Все контрасты Бразилии в одном снимке. И этому фото 20 лет. Но и сейчас мало что поменялось. Только высоток с бассейнами на границе трущоб стало больше, а сами фавелы уплотнились. Вот шикарные кондоминиумы и поля для гольфа, а Парайзополис – прямо через дорогу. С высоты он выглядит, как огромная клякса трущоб среди дорогих высоток. Сейчас повернем налево, и там нельзя снимать. Видишь улицу? Только прямо и направо. Мы сейчас повернем, и ты снимай только прямо и направо. Не снимай налево. Окей. Так, ребята, вот меня сейчас предупредили, что, когда я буду идти, я могу снимать только себя. Могу снимать вот так вот прямо. Могу снимать вот в эту сторону, но не могу снимать вот в эту сторону все переулки. Потому что в этих переулках стоят ребята и делают всякое свое запрещенное дело. И у них там… Что там у них? Ой, да, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Там… Да, ладно, пошли. Ой, там прям капка. А что там происходит? Пойдем дальше, он расскажет. Не снимай тут, проходи дальше. Ну почему я там не могу снимать? Не понял. Почему нельзя снимать, спрашивает? Потому что в этой зоне работают наркоторговцы. Павел и Сан-Паулу сильно отличаются от того, что я видел в Рио-де-Жанейро. Там на каждом углу были подростки с автоматами и пистолетами. В Сан-Паулу оружие на улицах не видно. Вообще, на входе трущобы выглядят скорее как огромная торговая улица. Это центр Параизополиса. Тут у нас торговые центры, лавочки, магазины. У нас есть свой банк, свой рынок, свои аптеки. Все виды бизнеса. Открыть вот такой магазинчик здесь будет примерно 80 тысяч реалов. Вообще, Параизополис привлекает многих. Потому что наш район очень организованный, сплоченный. И тут ты можешь с уверенностью делать свое дело. Тут, в районе, который считается суперопасным, даже банкоматы стоят на улицах и никто не грабит. Есть адвокатские конторы, финансовые компании, даже свои офисные здания. Нельзя воровать в общине, нельзя воровать в фавеля. В фавелах никто не грабит. Это одно из главных правил. А эти правила, их кто устанавливает? Эти правила устанавливает четвертый сектор, местное сообщество. Он говорит, что правила определяет четвертый сектор. Четвертым сектором здесь называют наркокартель. Вот скауты стоят на перекрестке и следят, чтобы в район не попали посторонние. Прежде всего, полиция и другие спецслужбы. Не снимать? Прости, прости, я скрою лицо. Спасибо, братан. Если кто-то все же будет здесь воровать или грабить, что с ним будет? Что происходит тут с грабителями? Ну, если такого тут поймают, то для начала его просто жестко отделают. Так что он надолго запомнит. Если не сделает выводы, его просто убьют. Конечно, еще зависит от того, кого он ограбил. Иногда убить могут сразу. Бывает по-разному. Но вообще, обычно тебе дают выбор. Первый раз накосячил – просто огреб. Второй раз накосячил – тебя искалечат. Третий раз – вопрос с тобой будут решать окончательно. Понимаешь? Как-то так. Воровать тут запрещено. Строго запрещено. Поэтому у нас тут спокойно, все организовано. Все общаются вежливо, с уважением. Мы идем навстречу с одним из бойцов первой команды вглубь Параизополиса. Туда, где уже нет магазинов и офисов. Эта часть сильно отличается. Здесь что-то вроде спальных кварталов. И посторонним вход закрыт полностью. Мы входим в район, который называется Прасеноса. Так его тут называют. Этот район самый стрёмный во всех наших фавелах. Там уже нет ни магазинов, ни даже… Иногда нет канализации и всего такого. Наши фавелы, нравится это или нет, разделены на части. Вся богатая часть сконцентрирована вот там, в центре. А тут уже меньше бизнеса. У людей меньше денег и живут они более изолированно. Тут всю безопасность обеспечиваем мы сами. Существуют бойцы и команды. Они живут здесь. Но им никто не платит за защиту. У нас просто своя защита. Мы едины. Но это команда, которая вас защищает. У неё есть оружие и всё такое? Да. Да, но им не нужно это показывать. Не нужно демонстрировать оружие. В Рио-де-Жанейро безопасность в фавелах тоже обеспечивают только картели. Но в каждой фавелле он свой. Звонить в полицию запрещено. Полиция вообще сюда не может зайти спокойно. Если ты тут своруешь, мы тебя покараем. Изнасилуешь, мы покараем ещё сильнее. У нас есть свои законы. И нам тут не нужны эти трусливые полицейские. Но что, если кто-то всё же вызовет полицию? Такому человеку б**ец. Его выгонят нафиг из фавелы. А могут и завалить. Смотря какие будут последствия. Например, если полиция приедет сюда и уйдёт одного из наших. За такое не прощают. А что, если девушка влюбится в парня из полиции? И у них будут отношения. Девушка из фавелы и парень из полиции. Но ей придётся просто покинуть фавелу. Иначе как они будут здесь встречаться? Она же может показать ему наши секреты. Которые не должны быть известны посторонним. И полиции будет легче к нам проникнуть. Мы продолжаем идти по Рейзополису в Сан-Паулу. В какой-то момент нас поймали скауты. Кто это тут шляется с камерами? Что говоришь? Кто вам разрешил тут шариться с камерами? Что у тебя там за чел с тобой снимает тут всё? Я получил разрешение. Не знаю, я ничего о твоём разрешении. У меня разрешение, я их сопровождаю. Если бы мы были одни, видео могли бы изъять. Попали. Опусти камеру. Но с Игорем нас в итоге отпустили. Стас, а прикинь, у нас бы не было разрешения. Да, да, да. То есть он подошёл просто пробить, есть ли у нас это разрешение или нет, да? Именно. Камеру вниз? Камеру вниз. Здесь, к сожалению, мне почти везде придётся опускать камеру, потому что здесь почти никого снимать нельзя. Мы идём к бойцу главного картеля Сан-Паулу, первой команды. Я не могу рассказывать все детали того, как мы к нему попали, но в какой-то момент Игорь оставил меня, чтобы другие люди, которых я уже не смог снимать, отвели меня на одну конспиративную квартиру. Там меня ждал боец картеля. Он долго выбирал место, натягивал на себя толстовку, перчатки, скрывал татуировки, хотя и обещал всё это скрыть. Он всё равно волновался, потому что на кону, очевидно, его жизнь. То есть ты член картеля, да? Да. А когда ты вступил в картель? Много лет назад. Лет семнадцать назад. Сначала моя позиция была, ну просто мальчик на побегушках, смотреть, что где происходит, докладывать наверх и так далее. Но потом ответственность растёт, и твоя должность в картеле тоже растёт. Тебе поручают всё более и более важные дела. Здесь нельзя воровать, нельзя грабить местных, нельзя неуважительно относиться к жителям, нельзя делать аборты, нельзя спать с чужими жёнами, нельзя делать ничего плохого. Мы тут, считайте, как правительство, следим за справедливостью. То, что не делает настоящее правительство, делаем мы. Мы даём людям еду, лекарства, газ, всё, что нужно людям. Звонить можно только нам. Если позвонишь в полицию, мы с тебя спросим. Должен будешь ответить, зачем ты вызвал копов. Потому что, когда что-то происходит, мы тут наводим порядок. Следим, чтобы никто никого просто так не избивал и не убивал без причины. Вы берёте деньги с людей за то, что их защищаете? Нет, мы не берём ничего, всё по справедливости. Каждый сам зарабатывает свои деньги, и нам не надо ничего платить. И люди не платят и за многие другие вещи. Тут не надо платить за воду, за газ, ни за что не надо платить. У каждого своё место, свой бизнес и никаких взяток. Но как вы тогда зарабатываете? Мы рубим бабки на продажи дури. Это как в любой точке мира, все так делают. Ребята, сегодня вас ждёт самое необычное кулинарное путешествие из тех, что возможно. Приготовьте свои животы и нервы. Мы отправляемся в Павелы, Рио-де-Жанейро, чтобы попробовать всё самое вкусное. Погнали! Мы идём вместе с Гильермо, известным бразильским блогером, который снимает видео о местной кухне в разных уголках страны. Кстати, ссылка на его канал будет в описании. В Павелах на самом деле живёт много богатых людей. У них свои дома, они сдают их в аренду, у них свои магазины. Так что люди не очень хорошо понимают, что такое фавелы. Думают, что тут только бедняки, но тут просто работящие люди. Но почему люди остаются в Павелах, если у них есть много денег? Ну, некоторые, у кого много денег, всё же уезжают. Но многие остаются, потому что просто хотят поддерживать связь со своими корнями, понимаешь? В прошлом на этой территории был просто самозахват. Люди просто занимали землю и строили на ней дом. А сейчас можно просто приехать, захватить тут что-то бесплатно, землю и что-то построить? Нет, чувак, земли больше не осталось и строить просто так уже нельзя. Ты можешь только купить или продать, если у тебя что-то есть. Но не осталось больше земли для строительства, нет места. Поэтому, если ты посмотришь на архитектуру, всё строится вверх, потому что нет места. И поверь, тут вообще не дёшево. Например, захочешь ты купить тут однокомнатную квартиру? Я не знаю, чувак. Она будет минимум 30-40 тысяч долларов стоить. Да, а некоторые объекты тут продаются по сотке тысяч баксов. 100 тысяч долларов за жильё в фавелах? Конечно, это будет уже не однокомнатная хибара, а дом побольше, с бассейном, баром на крыше. Тут есть дома с бассейнами в фавелах? Да, да. Мы идём в бразильский стейк-хаус. Это моё любимое место тут, в России. Это реальное бразильское барбекю. Куриные сосиски, сердечки, разные стейки. Всё, что ты можешь съесть, и всего за 8 долларов. Карлос, владелец заведения, лично по утрам делает эти сосиски и маринует куриные сердечки в своём фирменном соусе. Слушай, я всю жизнь тут готовлю. А вот этот гриль я 8 лет назад его переделал. Я решил изучить традиции приготовления мяса ковбоями гауччо. Нашёл учителя, который хранил их рецепты. Поехал на юг страны, чтобы заниматься с ним. И с этими рецептами вернулся сюда. Гауччо – южноамериканские ковбои. И больше всего на мясную культуру они повлияли в Аргентине, создав культ осада – жареной на гриле говядины. Но в Бразилии эта культура особенная. Видите, мясо жарится на горящих углях, чтобы жар был сильнее, причём не на древесных, а каменных, чтобы пламя было максимально жгучим. Небольшие куски готовятся буквально несколько десятков секунд с каждой стороны, зажариваясь снаружи и сохраняя соки. Просто посмотрите на это, ребята, сколько там мяса в этой сосиске. Очень мясистые. Сочные и вкусные. Сосиски прям классные. Он добавляет туда какие-то специи. Это не перец, это… Даже не могу понять, что это. Какие-то очень ароматные травы. Отлично прожаренные. Она такая сочная, как он делает их такими зажаренными, но при этом с сочностью внутри. Вкусный. Ням-ням-ням-ням. Да, да, ребята. Хорошее мясо. Его самое главное не испортить. С ним особо делать-то ничего не надо. Просто не испортите его. М-м-м-м. Тут нет никакого секрета. Просто качество продуктов. Берите качественное мясо. Время приготовления очень важно. Нельзя жарить ни слишком долго, ни слишком мало. Надо это чувствовать. Посмотрите вот на этот вид из окна. Просто выгляните туда. Невероятный вид на Фавеллы. Просто, просто невероятный вид на Фавеллы. А вот самый грязный и стрёмный бар Фавели Россиния. Что мне и нравится. Чем больше хлама и грязи в баре, тем вкуснее там будет жареный сыр и сахарная водка. Бар действительно невероятно задрипанный. Вентилятор вековой пыли. Холодильник под слоем старого масла. Просто посмотрите на все эти бутылочки. Как они выглядят. Они уже все тоже покрылись маслом. Вот, кстати, самая такая, самая не запылившаяся бутылочка. Это компари. Видимо, его здесь компарят больше всего. Вон там сухня полностью убитая. Вообще, в целом, это выглядит действительно как очень-очень убитый бар. Посмотрите на этот кассовый аппарат. Из каких-то, кажется, пятидесятых, семидесятых максимум, может быть, готов. Не знаю. И вот нам приносят бутылочку. Посмотрите. Ее он даже помыл, по-моему, только что. И она все еще немножко с пылью. Но это стоит того, чтобы попробовать. Это культовое в фавелах Россинья место. Тут подают жареный сыр. Я, правда, еще раз призадумался, когда этот сыр увидел. Похоже, он старше своего владельца. Смотрите, хозяин заведения срезает с него корку и идет жарить. А потом наливает мне что-то. Итак, ребята, пробуем настоящую кашасу в фавелах Россинья. Это не настоящее. Вот настоящее. Это домашнее. Это я сам делал. То есть это своя. Я даже боюсь представить, как выглядит тот дом, где ее делают, раз так выглядит бар. Внутри бутылки что-то лежит. Это тебе. Это сушеный сыр. Мы называем его Кейджо Куальо. Он родом из штата Сиара на севере. Кейджо Куальо – молодой бразильский сыр, который многие тут готовят у себя дома. В него кладут много соли. И в сильно сушеном виде, так тут делают часто, он напоминает курт, популярный в Центральной Азии. Если не знаете, что такое курт, посмотрите наш выпуск про кухню Узбекистана. И очень рекомендую попробовать. Еще горяченький, ребята. И тягучий, посмотрите, какой он тягучий прям. Да, можешь прям его растягивать. Просто посмотрите. Да. Вот так кусает. А потом глоточек кашасы. Это та самая, домашняя. Скажи, а что твоя мама обычно готовила тебе на завтрак? Что тут обычно едят по утрам? В бразильских семьях на завтрак всегда готовят что-то простое. Хлеб с маслом, кофе с молоком. Мы тут больше едим поздно вечером. Поздно вечером? Да, на обед и ужин. В Бразилии очень часто садятся за обед поздно, в 10 или даже 11 вечера. Да. То есть бразильцы больше живут по ночам? Именно так. А в каком возрасте бразильцы обычно съезжают от своих родителей? О, чувак, тут с этим сумасшедший дом. Если детей не выгоняют, они живут с родаками до смерти. Ну, точно до 30, 35 или даже до 40. И это считается нормальным? Нормально. Абсолютно нормально. У меня много друзей, которым по 30 лет, и они живут с родителями. Почему? Так удобнее или почему? Это и удобно, но это и часть традиции. И тут очень сложно начать жить самому. Ну и всегда рядом мама, которая приготовит тебе супчик, закуски или еще что-то. Да, мама за многими кровати заправляет. Они заправляют взрослым детям кровати, готовят им, чистят им одежду. Даже среди брутальных бандитов с большими пушками, которых я много снимал в этой поездке в Рио-де-Жанейро и в Сан-Пауло, почти все продолжали жить с мамами. Я не мог снимать в их домах, но иногда сцены были очень смешными, когда 15-летнего парня с винтовкой М16 мама ругает за несделанную домашку. Сан-Пауло 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 И в этой кое и дворной дверц ворота чтобы за тобой никто не проскочил от того, за женщиной дверь не закрылась Она проверяет Ану-ка дверь, давай закрывайся Вот И только тогда пошла садиться в такси Очень Камер вокруг невероятное количество Такая же абсолютно система двойных ворот Она всюду здесь только через дворные ворота И только когда задние двери закрываются открываются внешне Мне кажется, в тюрьмах такие же системы безопасности устанавливают. Я не знаю, где еще. Если знаете, скажите. Есть тут дома и без тамбуров. Вот здесь, например, просто металлические ворота на входе. И при входе в сам подъезд тоже видеть не все одно металлическое решетко. Полное ощущение, что состоятельные люди или даже средний класс в Сан-Паулу живет как будто в самостоятельном заключении. У кого денег много, перемещаются на вертолетах. Этот вид транспорта тут очень развит. Цены на квартиры в таких домах начинаются от 100 тысяч долларов за маленькие апартаменты. Сколько стоит эта, такая студия? Почем? Ну вот, ребят, 4 тысячи долларов за квадратный метр. В принципе, элитная недвижимость, реальная элитная недвижимость. То есть это будет дом с бассейном, с тренажерным залом, в хорошем районе и так далее. Вот такие цены в Сан-Паулу. Понятная деталь про нумерацию домов в Бразилии. В большинстве стран мира дома на улице нумеруются по порядку. Первый, третий, пятый, седьмой, например, на нечетной стороне и на четной то же самое. Но не в Бразилии. В Бразилии номер дома означает расстояние от этого здания до начала улицы. Вот, например, дом 149, следующий дом, смотрим, раз, два, 24. Дом 171, а 149 плюс 24 это 173, да? Ну, то есть у меня просто шаг, это не ровно один метр. Номер дома обозначает сколько метров от этого дома до начала улицы. На самом деле очень удобно, мне кажется. Ты реально знаешь, сколько тебе нужно пройти до следующего дома или до того адреса, который тебе нужен. Если ты, например, напротив дома 200 и тебе нужен дом 305, ты точно знаешь, что тебе 105 метров. Это памятник, построенный в честь индейца, который охотится за рыбой. Тут когда-то был бассейн, и он с копьем замахивался на плывающую рыбу. Ну, со временем это копье украли, поэтому вот остался индейец. Вот так вот, увидим. Теперь это индейец, который угрожает кулаком рыбе. С этого индейца начинается самый главный, красивый и дорогой проспект Сан-Пауло. Проспект Паулисто. На этом проспекте почти нет грабежей, нападений и даже бездомных и попрошаек, которых вообще-то вы будете встречать очень часто в крупных бразильских городах. Я так понимаю, что весь этот проспект Паулисто, это был проспект Особняков. Да, который был построен от глубинки штата Сан-Пауло до Сантоса. Потому что здесь проходила трасса, по которой колонизаторы вывозили награбленное богатство в территории Бразилии, в Порт-Сантос и потом дальше в Европу, в Португалию. Поэтому здесь, кто строится по обеим сторонам этого тракта, они строились, чтобы собирать налоги из тех, кто это богатство перевозил. Поэтому здесь жили довольно-таки зажиточные люди. А Паулисто, это ведь значит житель Сан-Паулу, да? Нет, это житель штата Сан-Паулу, житель города Сан-Паулу, Паулистану. Слушай, объясни, почему здесь, в дорогом районе, бездомных нет? Честно говоря, я не знаю. Может, просто охранники, которые работают в этих зданиях, они заботятся, чтобы эти бездомные не беспокоили жить богатых людей. Игорь приехал в Бразилию очень много лет назад и сам какое-то время был бездомным. Не жил постоянно на улице, я просто жил какое-то время до того, как я познакомлюсь с кем-нибудь из людей, которые потом меня согласятся принять в гости. А как вы зарабатывали деньги в это время? Я не зарабатывал деньги. Просто когда немножко помочь, каждый способен. И поэтому, когда просишь немножко еды, там, места, чтобы отдохнуть, помыться, то есть люди помогают бескорыстно. Ну, нужны же деньги вот для того, чтобы просто купить продукты, да? Я так понимаю, что основной источник дохода – это то, что просто люди дают на улице, да? Я просто не прошу деньги. Я прошу то, что мне нужно. Мне нужно проехать на автобусе. Я говорю, вы можете купить мне возможность зайти, проехать на автобусе? Мне нужно еды. Да, я прошу, чтобы мне купили еду. Я не прошу денег. В этом разница между мной и бомжами. Бездомных в Сан-Паулу так много, что местные жители как будто их даже не замечают. Люди спят поперек тротуаров на памятник. Вот мама ведет троих детей в школу, и ее абсолютно не беспокоит, что дорогу перегородила бездомная бабушка. А расскажите, вот, например, чтобы где-то поселиться на улице, вам надо спрашивать у кого-то, могу ли я здесь бросить свою палатку или там свою картонку, чтобы здесь ночевать? Да, нужно спрашивать, потому что здесь уже сферы влияния разделены. Кто где живет, кто где собирает мусор. И здесь места, где спать, они между бомжами продаются друг к другу. Поэтому иногда там происходят ссоры за сферой влияния. Потому что в определенных местах там больше милостей не подают, в других местах более безопасно. Поэтому тут существует определенный дележ этих мест. Первые шесть лет Игорь прожил в Бразилии нелегально. И даже несмотря на это, смог позже получить вид на жительство. В Бразилии, если ты никому не мешаешь жить, то тебе тоже не мешает жить. Я нахожусь в Бразилии уже почти 22 года. Я ни разу не делал декларацию о доходах. Никогда не платил подоходный налог. И это никого не волнует. Самое страшное явление, которое породили бездомные в Сан-Паулу, это так называемая Краколяндия. Страна Крека. Прямо на улице главного мегаполиса Бразилии. Самый центр города захватила Краколандия. Здесь все сидят на креке, кокаине, синтетике. Все этой новой дряни. Людей очень жалко. Но я даже не знаю, как описать эту ситуацию. У Краколяндии нет точного адреса. Это кочующий по Сан-Паулу район наркоманов. Мы едем туда, где он находится сейчас. Не все водители соглашаются туда везти пассажиров. Краколандия изначально появилась в историческом центре города, где собирались наркоторговцы, чтобы сбыть товар. Думаю, они там кому-то отстегивали, и им разрешили это делать. Со временем туда начали стягиваться и наркоманы. Всем нравилась такая ситуация, потому что среди толпы наркоманов уже невозможно было найти самих торговцев. И со временем это стало гигантской проблемой, потому что Краколандия начала разрастаться. Разрастаться гигантскими темпами, можно так сказать. Водители боятся ехать в Краколандию из-за вот таких массовых нападений. Наркоманы накидываются на все авто подряд, выгребают у пассажиров всё. Маленькие нападения, например, стащить телефон через открытое окно постоянно. Здесь вот так вот едешь, снимаешь из окна, и каждый раз боишься, что за окном будет какой-нибудь мотоциклист, который схватит твою камеру, и ты даже не успеешь ничего сделать. Здесь это очень и очень возможно. Сейчас власти Сан-Паулу уже не могут ничего поделать с Краколандией. Ну и к тому же ходят много историй в народе о том, кто на этом зарабатывает, и как много денег делается в Краколандии на наркоте. Сверху это похоже на какой-то кишащий людьми рынок, но на деле это напичканные всевозможными веществами люди, многие из которых похожи на зомби. Из-за их появления закрылись почти все рестораны и большинство магазинов. Люди съезжают из квартир и даже не могут их продать. С 2005 года власти Сан-Паулу начали бороться с Краколандией. Наркоманов разгоняют с помощью полиции, а потом тщательно отмывают всю территорию. Вот, ребят, сколько человек нужно, чтобы помыть брусчатку? Давайте считаем. Вот раз, парень. Там вот еще два, три, четыре, пять. Пять человек держат один шланг. Один шланг. Делают замечательное дело. Пятером. Молодцы. Люди тогда ликовали. Конец Краколяндии. Но оказалось, что стало только хуже. Накаченные веществами люди перемещаются в новый район и перевращают в гетто теперь уже его. Снова закрываются бары и рестораны, жильцы съезжают, а потом Краколяндия кочует дальше. Раньше он был только в одном месте. Но после того, как полиция начала чистить места после них и изгонять их мест в постоянное местонахождение, они стали кочующими. До этого они не были кочующими. И они просто захватывают какие-то районы? Какие-то улицы. Там постноются и занимаются своими деятельностями. Вот как они сейчас вечат какой-то мусор на продажу. То есть продают воронные вещи, продают наркоту. Предлагают же и сексуальные услуги. То есть все в одном месте. А почему их просто, ну я не знаю, те, кто продает наркотики, посадят в тюрьму, те, кто там обдолбан, надо какие-то реабилитационные центры и так далее, и как просто отдают целый район города получается наркоманам, причем таким тяжелым наркоманам. Слишком много, как говорится. Всех не пересадите, как говорится. Зоя Костыенко скажет, что всех не перевешивайте на 200 миллионов. Так вот и получается, что слишком много. И сама полиция туда не стоит. Вот можете показать, с левой стороны тоже вот смотрите. Ходить по улицам тут не только страшно, но и призгливо. Вокруг люди, которые варят какие-то смеси из веществ, колятся ими прямо на тротуарах. Это максимально сейчас неприятно. Просто максимально неприятная ситуация, потому что... Я не знаю, наверное, часть из этого нам придется замылить, потому что употребление наркотиков мы не можем показывать. Наркотики, ребята, это зло. Тяжелые наркотики, это тяжелое зло. Это просто уже не развидеть. Прям, ну, гадость. Понятно, что это больные люди, и очень жалко, что они превращаются в зомби. Многие из них приехали в Сан-Паулу работать или учиться, и не заметили, как наркотики прописали их в Краколандию. Это все были госинцы. Потом появлялись девочки. Жрица любви. И после того, как эта Краколандия занята трен, вот только сдается, пустые, заброшенные, как сказать, вот, с водителями стекла. И вот буквально за угол заходишь, и здесь уже ресторанчики хорошие, люди там сидят, нормально кушают. Впереди там все уже, нормальный район. Ничего такого страшного. Пока туда не добралась, к Краколянде. Да, вот так вот. В этом и суть Сан-Паулу, что здесь нету, как в Рио-де-Жанейро. Один район Батинский, другой район Хороший. Тут все перемешки, богатые, бедные, макотрассики, нормальные люди. Все они безмирно уживаются, что никто никого не преследует, никто ни на кого не нападает. Конечно, если там что-то делать, что им не нравится, кого-то там снимать, то это вызывает определенное негодование. А так большая часть здесь, они спокойно уживаются. И бандиты хорошие люди. Вслед за Краколандией в Сан-Паулу остается шлейф заброшенных домов, которые заполняют бездомных. В центре Сан-Паулу много вот таких домов. Это бывшее, видимо, офисное здание, или может быть даже жилое, которое было просто оставлено людьми из-за того, что район перестал быть пригодным для цивилизованного проживания. И теперь, видите, во-первых, все здания списали в граффити, и во-вторых, там какие-то магазины секонд-хенда, ночлежки и так далее. И таких зданий здесь в округе огромное количество. Вот напротив тоже такое же здание. Видите, очевидно, что это был шикарный особняк. Но потом люди отсюда были вынуждены уехать просто из-за окружения, из-за того, что рядом вот так. И поэтому особняк шикарный теперь превратился в ночлежку. Тише, 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 тише. Вот, снова, смотрите. Шикарный дом был когда-то, причем рядом, видите, даже такой еще торговый центр сохранился. А этот дом уже все превратился в ночлежку. Посмотрите на окна. Посмотрите, внизу этот дом уже даже загорожен. Все, туда официальный вход закрыт. А там просто живут бездомные. Вот то же самое, видите, заброшенный особняк, который стал просто ночлежкой для бездомных. Причем вон там, если вы видите, там плакат фронт борьбы за жилье. То есть поселившиеся там бездомные, они утверждают, что они не дом захватили, а что они просто отстаивают свои права на недвижимость. Любую. Если человек, захвативший в жилье, останется там на какое-то время и оплачивает хотя бы электричество, он получает право претендовать на эту недвижимость. Таковы бразильские законы. И владелец уже не может его выселить без решения суда. Это район Белла Виста, Сан-Пауло. Белла Виста переводится как красивые виды. И это действительно красивый район, частью своей роскошный, но частью не очень. Я приехал снимать дом, который захвачен здесь. и люди живут там просто так. Вот в таких вот особняках, которые когда-то были элитными, но теперь не очень. Когда-то дома здесь стоили сотни тысяч долларов. Мы заходим во двор одного из них. Стены облезли, света почти нет. Сейчас даже сложно понять, что когда-то это была дорогая городская вилла в самом центре Сан-Пауло. Дом очень старый, хозяин ушел, и я ставил на нас. Он сказал, что когда здесь образовались такой закон, когда какое-то время пройдет сколько-то лет, ты живешь в доме, платишь, считаешь, все такое, то можешь потом пойти, как сказать, на собственность, на изыск. Но у нас пока что не было возможности сделать это, потому что нужно платить, как сказать, чиновникам, но их пока денег не было. Даша – бывшая супруга Игоря. Этим домом теперь распоряжается она, хотя в нем обитают и другие люди. Наверное, бездомными их уже называть нельзя, если в их пользовании целый особняк. Какие-то картины. Видимо, картины остались еще тоже от предыдущего хозяина. и очевидно, что от него больше нет. Вот это что такое? Такой теснорочек. Здравствуйте! Привет! Здравствуйте! Как дела? И вот это вот все комнатки. Там живут люди. Видите? Которые в этом доме поселились. Тихо, собаки. Собак что-то? Собак здесь просто немерено, ребят. Вот это была, это кухня, да? Ой, здесь еще, ой! Ого, здесь балкон у вас вот такой. Мне нужно, мне нужно убрать срочно, собака накакала в комнате. Смотрите, здесь огромный-огромный балкон. Причем, просто с сумасшедшим видом на даунтаун Сан-Пауло. То есть, вон там, высотки дорогие. Прямо отсюда, с этого балкона, видны так белевые веревки, только мешают ходить. Посмотрите, посмотрите, ограждение кованое, красивейшее. То есть, это была большая, очень классная лоджия. Ну, она большой остается, но ее уже подубили, конечно. Согласно переписи 2022 года, в Сан-Паулу в 12 раз больше пустующих квартир, чем бездомных. Почти полмиллиона апартаментов по городу брошены владельцами. Смотрите, тут огромная гостиная, потолок очевидно обвалился основной, и видно уже крышу. Вон там выход на улицу один. Вот здесь еще одна комната, тоже с обвалившимся уже потолком. Туда дальше коридор, там прям огромный, огромный дом. Огромный дом, захваченный просто людьми. Занятно, что хозяева, видимо, богатые хозяева, просто уехали, просто бросили его, не продали никому, видимо, покупателя просто не нашли, потому что окружение резко ухудшилось. И никто это уже не готов был купить. Так что здесь еще какие-то подсобные помещения, вон там снова комнаты. Все это теперь разделено на какие-то коморки. Бразилия страна с одним из самых больших в мире разрывов между бедными и богатыми. По данным Всемирного банка, который считает так называемый коэффициент джини, она по этому показателю на втором месте после Колумбии, следом Замбии, Анголы и Мозамбик. Это не значит, что страна бедная. По ВВП на душу населения, Бразилия как раз вполне средняя страна по мировым меркам. Но вот только среднего класса там почти нет. Либо экстремально нищие, либо очень богатые. Даша говорит, что хозяин сам разрешил ей занять этот дом бесплатно. Он решил, что его владельцы умер. И он решил, что они нам дали, потому что нам негде было жить, снимать квартиру или дом было дорого. Мы здесь платим только за свет, воду, налог пока еще не получается платить, потому что дохода нет. А мы платим только счета, свет и воду. Это сколько примерно месяц выходит? Ну недорого там, ну максимум 200-300, максимум, потому что мы по социальному тарифу и нам уменьшили счета. Раньше было дорого. Такие захваченные владения, бывшие бездомные, часто делят на комнатушки и сдают другим жильцам улиц, которым не хватает дерзости захватить что-то свое. Это похоже как будто просто душевая кабина. Ну то есть вот здесь вот моешься? Ты живопед, мой салон, туалет. А, моешься вот здесь, а, вот, моешься ты в туалете, да, вот, вон там душ, вон душ, а, вот это, а вот это что такое сверху торчит? здесь, чтобы плечики повесить с одеждой. А, вот это вот для одежды, я понял. И вот здесь ставится кровать просто. И все, и вот здесь вот уже выход. Почему моргает свет, ребят? Потому что свет здесь включается вот так. Видите, вот эти проводки? Их просто вот так рассоединяешь, все, света нет. Соединяешь, свет есть. Я видел, что в Сан-Паулу много домов, в которых живут вот так вот люди. но только эти дома, они укупированы без согласия хозяев. И потом периодически на них хозяева заявляют и приходят полицию выгонять. А как так получается, что столько домов пустует, что люди там могут поселиться? Почему дома вдруг становятся пустыми? А люди не в силах платить налоги, умирать хозяин, а дети его живут за границей или еще в другом городе. Или человек просто не в силах уследить за одним задумом. Я видел, как прям особняки целые занимаются. Целый особняк, и он, очевидно, захвачен людьми просто, да? Да. Занятная деталь. Все эти захваты происходят в изначально хороших кварталах, можно даже сказать богатых, в которых действуют общие бразильские законы. А в фавелах, где действуют законы картеля и которые исторически ассоциируются как раз с самозахватом земли и самостроем, наоборот, бедняки не селятся и дома не захватывают. Первая команда запрещает самозахват. Ребята, меня обворовали в Бразилии. Просто по глупости, по глупости вообще. В общем, вчера мы с Игорем снимали в Сан-Пауло. Последнее место, которое мы снимали, были ребята, которые воровали, собственно говоря, карманники. Да, и они дали нам интервью. Я снимал вот на эту камеру, Игорь снимал на вторую, которая 366 градусов. Да, которая 366 градусов снимает, он так со стороны шел, и на эту даже сохранилась последняя запись той камеры. Там в одной из смазок видно, как Игорь держит ее в руке. Друзья, мы на печально знаменитой 25-й улице в Сан-Пауло, месте, где очень часто обворовывают людей, в основном выхватывают что-то или срывают прямо с шеи, например, цепочку. И, собственно говоря, мы пришли сюда пообщаться с одним из людей, которые этим занимаются. Здесь нельзя ходить с украшением или фотиком. Вообще нельзя. У тебя вырвут и свалят. Вот это выключай, выключай. Наш проводник познакомил нас с теми, кто ежедневно обворовывает туристов на улицах Сан-Пауло. Вот на этой же улице парень высматривает жертву, найдя девушку с украшениями, в секунду срывает их и бежать. Но за ним даже никто не гонится. Вот такой же случай. Парень пристраивается за жертвой, но цепочку срывает подельник и бежать. Сам парень уличает момент и тоже что-то подрезает. Часто грабители могут и напасть, ударить или повалить жертву на землю, а потом обчистить. Вот двух парней хватают и буквально за пару секунд вытаскивают все из карманов, быстро расходятся. В туристических местах, например, у главного собора Сан-Пауло, вы часто можете увидеть вот такую картину облавы воришек. Вот прям ребята за моей спиной поймали группу подозреваемых в том, что они воровали здесь, на центральной площади. На камеру 360 мы снимали рассказ таких бандитов об их бизнесе. В общем, мы сняли такой классный материал. Ребята реально рассказывали там, как они воруют, как вообще все это устроено. Блин. И все, что было снято на этой камере, я убрал себе в рюкзак, забираю камеру у Игоря, убираю ее в рюкзак. Потом мы еще ходим по городу, снимаем, вечером я прихожу к себе в отель, и камеры нет. Я сам виноват. Носил камеру вот так в боковом кармане рюкзака. В Бразилии так делать нельзя. Боришки, которых мы снимали, рассказывали нам о рынке краденого в центре Сан-Пауло, где часто сбывают товар. Туда мы и отправились. я сейчас так аккуратно постараюсь снять вот это вот ребята знаменитый в Сан-Пауло рынок, толкучка на Лос-Кагеевс, это самый центр. Здесь, собственно говоря, сбывают краденые. Здесь продают и секонд-хенд, процентов 80 это секонд-хенд, и здесь продают краденые телефоны, какие-то кошельки и всё-всё-всё-всё. В Бразилии каждую минуту воруют два телефона, это официальная статистика и больше всего в Сан-Пауло. Воришки не боятся даже камеры, вот у журналиста, который готовится к прямому эфиру, велосипедист пытается вырвать смартфон. Вот другой велосипедист высматривает жертву и когда находит, действует быстро. А можешь объяснить, зачем они воруют смартфон? Ведь смартфон это ничего, это кирпич, если у тебя нет пароля, ты не можешь в него войти. Он ничего не стоит. Они теперь ищут людей, которые используют телефон, когда он уже разблокирован. И такие они и воруют. Сейчас же у многих на телефонах банковские приложения. И эти парни отвозят эти разблокированные смартфоны своим хакерам, которые получают доступ к твоему банковскому счету и воруют с него деньги. Потом уже ненужные смартфоны продаются на этом рынке. Ты продаешь этот телефон? 100 реалов, 60. Вот толпа велосипедистов привезла скорее всего только что стащенные телефоны. Просто абсолютно беспалево парень на велосипеде подъехал, сбыл то, что стырил, уехал, он дальше уехал искать людей дальше. Другой подъехал на велосипеде тоже тому же самому перекупу продает какой-то роутер. Сейчас продаст его, тоже снова уедет. Вон еще кто-то подъезжает на велосипеде. Обратите внимание, что товар всегда на велосипедах именно подвозят. Вот что-то опять-то рюкзак у кого-то стащили. Отлично. Конечно, при таком обороте наткнуться на свою камеру я бы вряд ли смог. Где-то здесь на каком-то таком же рыночке продавалась и моя камера, наверное. Интересно, кто ее купил. Я бы ее сам купил, если честно. Сам бы купил. Я, собственно говоря, сюда и зашел для того, чтобы посмотреть. Ну, мало ли, повезет на камеру на свою наткнусь. Ну, конечно, шансов было немного. Таких точек на самом деле много по Сан-Паулу. И самое интересное, кто тут меньше заслуживает доверие. Не все эти бомжи грязные, вонючие. Они обычно не нападают и не грабят. И обдолбанные. Они, конечно, могут себя агрессивно вести, когда не хотят, чтобы попасть на видео или на фотографии. Либо выплачивать какую-то копеечку на наркотики. Кто не улучшает доверие? Люди, которые прилично относительно одеты. То, что какие-то приличные футболки, бейсболки, шорты, фирменные обуви. Вот эти люди как раз они, как сказать, тихо цапают, радуются и незаметно у тебя что-то прадут. Либо проезжая, как вы комментировали, на велосипедах, на мотоциклах. Вот эти люди меньше заслуживает доверие. Вот вы сейчас в процессе увидели, что там кто торгует ограбленным, ограбленным, не бомжи, не вонючие, не грязно. А вот вполне симпатичные люди. А у тебя есть какие-то правила, которые ты соблюдаешь, чтобы тебя не обзаровали? Ну, во-первых, я никогда не хожу с телефоном в руке. Всегда кладу его в карман или сумку. Вот такую сумку на плечо. Я всегда осматриваюсь, я аккуратен. особенно в людных местах. Я стараюсь не отвечать на телефонные звонки на улице, потому что в эти моменты мы отвлекаемся. И эти парни на великах ищут как раз тех, кто отвлекся. Я не хочу быть терпилой, поэтому я так не делаю. Ты говорил, что используешь два смартфона? Да, у меня есть старый телефон дома, и на нем установлены банковские приложения. И он всегда дома. Этот телефон остается дома, и если мне надо что-то оплатить или проверить баланс. То есть у тебя не установлены банковские приложения на твоем повседневном телефоне? именно так. У тебя отдельный телефон для банковских приложений или для финансовых сервисов, и этот телефон ты хранишь дома? Именно так. Конечно, на таких рынках далеко не все воровано. Многие и правда приносят сюда свои старые вещи. Как раз поэтому среди них удобно продавать и все остальное. Бразильский бандитизм поражает своей какой-то бессмысленностью, что ли. Обычно преступники совершают свои преступления, чтобы разбогатеть. а здесь люди выхватывают у тебя телефон, который стоит сотни долларов, но только когда он украден, он превращается в кирпич, он уже заблокирован. И они его чаще всего просто выбрасывают. Или вот своровали у меня камеру, это 360, на ней и воспользоваться даже не смогут. Но для нее нужна специальная программа, чтобы эти 360 видео смотреть. Они просто поиграются и выкинут опять же. или захватывают вот эти дома, которые стоили десятки тысяч долларов, может быть, даже миллионы долларов эти дома стоили. И превращают их, во что? Превращают их просто в ночлежки для бедняков. Ну, то есть, когда черные риэлторы, например, захватывают дома, они делают это для того, чтобы их продать, получить много денег и потратить эти деньги на какую-то свою роскошную бандитскую жизнь. Или там мексиканские картели похищают людей, чтобы получить за них выкуп и на эти деньги тоже шикарно жить, покупать себе дорогие машины и так далее. Здесь люди похищают дорогие вещи, чтобы просто сделать из них мусор. Ребята, мы в трущобах Произополиса. Это вторые крупнейшие трущобы Сан-Паула. Жизнь без денег делает местных жителей очень креативными. В фавелах большинство домов как-то украшены. Просто посмотрите, сколько горшочков с цветами владелец повесил на свой дом, несмотря на то, что вся лестница рядом усеяна мусором. Посмотрите, некоторые здания в фавелах очень даже красивые. Балкон вот с такими вот балясинами, видите, на втором этаже тоже такие же балясины. Причем это новое строение, видно, что сверху настраивают этажи, но делают это все-таки с красотой. Вот видите, объявление продается. Вот смотрите, квартира продается, такая красивая, да, бежевая дверь, рядом какая-то модная кафе, посмотрите. И даже и не скажешь, что эта квартира в центре одной из самых больших фавел в Бразилии. Последнее время, когда в окрестностях начали строить жилые комплексы, цены на трущобы сильно выросли. Некоторые квартиры тут в аренду стоят 400 реалов в месяц, есть и по 800 реалов, и по 1000. Фавелы разрастаются так, сначала строится первый этаж, когда у семьи появляются дети, они настраивают себе второй, потом их дети третий и так далее, и так далее. Дома вырастают иногда до семи этажей. Когда семья переезжает куда-то, то иногда на месте уже построенной фавелы, вот видите, старые дома сносят и делают на их месте другие дома. Благо, что кирпичи, которые используют для строительства в фавелах, они очень легкие, вот сейчас послушайте, просто они полы внутри, то есть очень-очень легкие, их легко сносить и легко на этом месте строить новые дома. Ого! Прямо смотрите, ребят, вид на все фавелы. Конечно, как и всюду в Бразилии вас будут звать к столу и наливать всякие напитки. Будьте осторожны, вот в таких банках тут продают не только легкие, но и крепкие алкогольные напитки. 40 градусов, ребят. 40%. Это знаменитая питу, вид бразильской кашасы, то есть водки и сахарного тростника, главный напиток трущок. По соседству меня угощают мороженым из асаи. Это плоды, которые растут в джунглях Амазонки. Собирать их приходится вот так, карабкаясь на тонкие пальмы. В начале 2000-х одна из американских пищевых компаний Манови назвала асаи суперфруктом, который лечит онкологию, сердечные болезни, укрепляет мозг и эрекцию. Массовая рекламная компания сделала его очень популярным в США. Ягода асаи чудо природы, почитаемая веками за свои уникальные свойства, помогающие здоровью. Борется с раком, диабетом, дает энергию и это продает компания под названием Манови. Это жизнь в бутылке. Напиток сделан из ягоды асаи, растущей в Амазонке. Об этой ягоде сейчас все говорят, ее называют суперфруктом и люди, которые пробовали его, говорят, что это чудесный эликсир. Асаи стали есть Дэвид Бэкхэм, Ким Кардашьян, члены британской королевской семьи и многие знаменитости, например, Сильвестер Сталлон. Как это надо произносить? Асаи. 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 Это одна из самых быстро растущих маркетинговых компаний в Америке и она расположена здесь, в штате Юта. Манови это производитель фруктовых соков, который завоевал популярность знаменитостей и простых американцев. Потом выяснилось, что все это преувеличение или просто обман. Никаких супер качеств у ягоды нет. Компания Манови разорилась и была куплена конкурентом, но популярности Асаи это не помешало. В Бразилии с ней обычно делают мороженое. Это мой специальный щербет с Асаи. Это очень особенный фрукт с Амазонки. Амазонки. Абригадо. Итак, ребята, мороженое из Асаи. Это ягоды, которые собирают на Амазонке. Она слегка кисленькая, не очень сладкая. Чем-то напоминает бруснику или даже клюкву. Ммм, чуть послаще. Классно. И в конце такое травяное послевкусие. Очень свежающее мороженое. Совсем не сладкое и вкусное. Будете в Бразилии обязательно попробуйте мороженое из Асаи. Фабио прямо в центре фавелы и своей автомастерской сделал музей стальных фигур. Я начал с того, что мастерил маленькие фигурки из-за отходов после ремонта мотоцикла. Жалко было выбрасывать это все на свалку. Хотелось мусор переработать во что-то. Я начал создавать объекты искусства. Вон там у меня еще заготовки, большие шестеренки, из них я тоже что-то сделаю. Но это чисто искусство, не для денег. Это даже не видит никто, сюда же не приходят туристы. Теперь у него здесь музыкальные инструменты, роботы, целая коллекция мотоциклов и огромная корова из шестеренок. Фабио гордится своими черными руками в машинном масле. По этой мастерской кажется можно ходить часами. Смотрите, вот здесь такая лавка, вся сделана из шестеренок. Вот тоже стол полностью сделан из шестеренок и цепей. Причем за таким рабочим креслом для компьютера. Просто невероятные поделки. Посмотрите на этого. Мне кажется, это чебурашка. его бразильская разновидность. Вот здесь его лице. Просто посмотрите. Я этому нигде не учился. Я вообще никогда не ходил в школу. Я всему учился сам. Без помощи. Смотрел какие-то видео, экспериментировал и старался включить свое воображение. А вам нравится жить в Параизополисе? Да, мне Параизополис очень нравится. Я тут живу уже 24 года и для меня нет лучшего места в мире для жизни, чем это. Тут очень хорошо и спокойно. Для меня тут правда рай. Поэтому это правда Параизополис. Райский город. Тут мне не запирают двери. Тут никто никого не трогает. Никто ничего не боится. Удивительно слышать такое в месте, которое контролирует не полиция, а одна из самых кровавых банд в мире. Не знаю, почему местные жители ее поддерживают. Потому что боятся или потому что она дает больше безопасности. А почему не полиция вас защищает? Полиция убивает. Если полиция в фавеле, это только опасность. Люди им не верят. Они не несут безопасность, не защищают. Почему? Не понимаю, полиция должна защищать. Но бразильская полиция не защищает. Почему? Предрассудки. У них много предрассудков, расизма, идеология, половые предрассудки. Все это влияет на их отношение к нам. И они в итоге несут только угрозу нашей фавелле. Они нас не защищают. А как стать таким защитником? Ну, например, я живу здесь, и я хочу стать частью команды, которая наводит этот порядок. Как стать частью этой команды? Понимаешь? Да. но не каждого берут. каждый может попасть в эту команду, но и не каждый туда хочет. Это личный выбор, ты выбираешь сам. кто-то хочет быть тут на стороне криминала, а кто-то хочет просто жить обычной жизнью и трудиться. сейчас сейчас более опасно, чем было, ну, скажем, лет 10 назад? Или менее опасно? Нет, гораздо менее опасно. Гораздо менее опасно. например, 20 лет назад был другой картель тут, и нельзя было ничего делать, нельзя было строить дома, нельзя было развиваться. было жестко, было много убийств, а сейчас община живет в мире, есть закон и есть картель. А когда наступил мир? Когда? Начиная года с 2003-го. 2003-го? Почему? Что случилось? Сменились люди, которые руководили районом. люди, которые были у власти, сбежали, их выгнали, и пришли другие, которые и правят до сих пор. И сейчас этот район живет спокойно? В мире? В мире. В полном мире, никаких воин ни в одном районе Сан-Паулу нет войны. Сейчас все районы Сан-Паулу спокойны. Так только в Сан-Паулу или по всей Бразилии? Сан-Паулу. Почему только в Сан-Паулу? Почему в других местах не так? Потому что Сан-Паулу это место, где этот картель был создан. Он тут появился. В Рио-де-Жанейро много картелей, в других местах в стране много картелей и между ними терки. А тут только один. То есть здесь нет конкуренции, нет никакой вражды между группировками. Просто нет такого. Есть одна группировка и все. И тебе нравится это, что тут только одна? Да, ведь мы зажили в мире. Нет войны, нет перестрелок, не врывается полиция на рассвете не вышибает никому двери и ты начинаешь ценить каждую минуту мирной жизни, которая есть у нашего района. Это звучит просто немыслимо. Банда, которая наводит порядок. Ну вот график числа преступлений Сан-Паулу с 2000-го года, когда картель первая команда взял контроль над городом. Стремительное снижение криминальности. Эксперты Всемирного экономического форума приводят данные. Число убийств в городе упало с 52,5 на сотню тысяч жителей почти до шести. С 2020 года Сан-Паулу когда-то самый страшный город Бразилии, безопаснее американского Нью-Йорка. В том, правда, преступность растет. Вот тот же Всемирный экономический форум пишет, есть малое число исследователей, кто считает, что такое падение уровня преступности связано с доминированием одной банды, первой команды, которая установила что-то вроде криминального порядка или пакс мафиоза, мафиозный мир. Мы ни с кем не хотим войны, в Рио все по-другому, там они любят все эти войны между собой, а мы тут с этим покончили. Мы все как одно целое здесь, мы же все люди, и всем нам хватит места под солнцем, втыкаешь, нет войне, мы воюем только с системой, только с правительством. В Рио же, наоборот, все эти годы растет культ оружия, его на улицах становится только больше. Ты использовал когда-нибудь это оружие в реальный перестрел? Да, конечно, я мочил из него тачки копов, их вертолеты сбивал, да куча всего. Сбивал вертолеты? Как ты мог сбивать вертолеты? У нас есть бронебойные пушки, сюда же заезжают броневики и спецназы и на вертолетах пытаются залетать. В Рио де Жанейро власти правда используют вертолеты для штурма фавел и их бывает сбивают бойцы картелей. Штурмы трущоб здесь настолько обыденное дело, что в сети недавно завирусился вот этот ролик. Спецназ врывается в фавелы, но женщина даже с лавочки не встает, а продолжает попивать что-то из банки. Когда ты вступил в банду? Мне было лет 14 или 15. А тебя когда-то учили как использовать все это оружие? Сам где-то тренируешься, учишься управляться с пушками. Мне рассказали только базовые вещи, старшие показали как стрелять, а дальше уже на практике все понял сам. В каком возрасте ты вступил в картель? Мне было 17 лет. Сначала моей работой было быть на побегушках. Общаться с людьми, следить кто что делает, чтобы никто тут нас не обманывал и не торговал за нашей спиной. Ну и потом моя роль и должность росла. Мне доверяли все более сложные дела, связанные, скажем так, с безопасностью. Вообще, если кого-то тут убивают, то это не просто так. Значит, он сделал что-то не то. Никого не валят без дела. Только не подумайте, что первая команда какой-то мирный картель. Он является одним из крупнейших поставщиков наркотиков в США, Европу и на Ближний Восток. Мирные жители фавел для него и источник пополнения бойцов, и своеобразный живой щит от полиции. Этот картель зародился в самой страшной тюрьме всей Южной Америки, которая находилась в Сан-Паулу. Карандиру. В Бразилии она была синонимом слова ад. В этой тюрьме вместо положенных 4 тысяч человек содержались 7,5 тысяч. Давка, разборки заключенных, невыносимые условия содержания. В октябре 1992 года в Карандиру вспыхнул бунт. Приехавший на его подавление спецназ начал просто расстреливать заключенных, устроив бойню. Выживших без разбора согнали на улицу, где они почти сутки сидели без еды и воды под солнцем. Бунт в Карандиру стал в Сан-Паулу символом жестокости и несправедливости бразильской тюремной системы и в итоге всю тюрьму снесли. И в каком-то смысле именно на ее руинах возник картель «Первая команда». Сначала он был чем-то вроде профсоюза бандитов. Вся эта территория, где сейчас парк, тут и была тюрьма. Вся эта территория была тюрьмой. Там впереди есть памятник тем, кто погиб во время восстания в 1992 году. До этого момента преступность Сан-Паулу не была особо организована. Были мелкие банды, которые убивали друг друга. Но ты можешь объяснить, почему именно этот бунт оказался таким важным, стал поворотным пунктом? Потому что после этого эпизода преступность тут стала очень организованной. Они перестали убивать друг друга и сделали один картель. И для них реальным врагом стало государство, а не другие банды. Они создали одну группу и там появились правила. Например, нельзя убивать других бандитов, надо получать разрешение у руководства. В оставшихся зданиях когда-то самой страшной тюрьмы Латинской Америки теперь выставка тюремного искусства. Интересно, что полицейский начальник, под чьим руководством проводился рейд в тюрьме Крандеру в 92-м году, и который приказывал, и это было установлено судом, приказывал убивать заключенных. Так вот этот полицейский начальник очень популярен в Сан-Паулу. Настолько популярен, что уже отсидев срок он избрался в местный парламент. И в общем оставался очень популярным политиком. И более того, когда избирался свой номер в бюллетене, он специально выбрал как 14.111. 111 это по счету убитых в тюрьме во время беспорядков людей, убитых полицией. Бразилия поделилась на два лагеря. Одни считают, что заключенных расстреляли за дело, мол, не надо было бунтовать. Другие, что полиция убивала всех без разбора и среди погибших большую часть составляют те, кто и не участвовал в бунте, а просто оказался на линии огня. Сейчас в сохранившихся зданиях тюрьмы, кроме музея, еще и школа. И бывшие камеры превратились в классы. Ну, конечно, больше всего в этом во всем поражает то, что вот это, вот это вот самое-самое страшное тюрьма. А теперь это школа, вон там парни, смотрите, парни руками машет. Вон там кафе, понимаете, на месте, где были, видимо, построения заключенных. Здесь вот такие вот модные лавочки на месте когда-то самой-самой-самой-самой страшной тюрьмы в Латинской Америке, а может быть и в мире. Просто посмотрите, посмотрите, сколько людей стоят в очереди за этой картошкой, чтобы ее купить. И каждый день здесь так. Просто для сравнения, посмотрите другие рестораны, да, там никаких очередей нет. И только вот здесь вот такая длиннющая очередь всегда. Мы снова в фавелах Рио-де-Жанейро. В северной части города есть легендарный развал, продающий самую вкусную в городе картошку фри. К сожалению, вечером никто из моих знакомых ехать сюда со мной не решился, поэтому отправляюсь один. Что-то не нравится мне это. Я один на всем этом перроне. Жду поезда метро. Ехать не близко в район Марычал-Эрмес. Пожалуйста, вы не делайте это в одиночестве. Может быть правда опасно. Поезда тут, кстати, не сказать, чтобы новые, но не совсем убитые. Вот с таким вот табло объявления там появляются станции. Конечно, не видно, на какой станции ты едешь сейчас. Обычная бумажная карта. Здесь, вот смотрите, есть мусорка. Это довольно удобно. Правда, наверное, когда давка, то этот мусор может попасть к тебе. И смотрите, вот такая штука. Стекло есть сбоку около каждого сидения, около дверей. Это против воров, против тех, кто на станциях забегает, выхватывает что-то и выбегает. Соответственно, через это стекло никакую сумку выдернуть не получится. В старых вагонах грабители часто делали вот так. Впрочем, бывают и такие ограбления. Видите, люди убегают, но самые неосторожные остаются сидеть в вагоне. Через несколько секунд заходят два парня. Один прижимает к ноге пистолет, а второй в рюкзак собирает деньги. Запрещено курить, запрещено выпивать, запрещено держать двери. Мужчинам запрещено в женские вагоны. Здесь нигде них запреты воровать. Может, все дело в этом? Слово, я побоялся зайти в женский вагон, но оказалось, что здесь в женском вагоне, вот видите, женский вагон, написано. Здесь, в принципе, довольно много мужчин сидит. То есть, это, как бы, не совсем женский вагон. Здесь вполне могут мужчины всякие разные размещаться. Не знаю, в чем тогда суть. Может быть, просто ночью, когда нет давки, этот вагон перестает быть женским, но мужчин тут сейчас явно больше, чем женщин. Но весь этот риск для меня стоит того, чтобы попасть в Кадемару Морейро, которого называют королем картошки Рио-де-Жанейро. С 1989 года он жарит тут свою знаменитую фатата де Моричал. Друзья, вот это вот самая знаменитая закусочная в Рио-де-Жанейро. И она продает картошку. Просто посмотрите, размеры картошки здесь измеряют вот такими вот бочками. И несколько вот таких вот бочек за день готовится и продается. Обязательно при жарке этой картошки используется колбаса. Вот она, она. И, собственно говоря, ее добавление в масло делает картошку с особенным вкусом. Бочек лет, хорошая картошка, вкусная колбаса. И все это не надо жалеть. Он накладывает на тарелку с горкой, а потом добавляет еще. Морейро известен не только своими вкусами, но и размерами порций. Самая большая весит около трех килограммов. Вот такой пакет картошки фри с мясом. Калорийная бомба за 50 реалов. И, несмотря на огромную очередь, которая к нему выстраивается, он не поднимает цены. Я не хочу поднимать цены. В этой очереди очень много людей, у которых не так много денег. Они тоже хотят вкусную еду. И я их кормлю. Популярность этой картошки привела к тому, что практически весь этот микрорайон Рио стал считаться картофельным, что ли. Рядом начало открываться огромное количество других картофельных ресторанов. Вот, например, смотрите, картошка Лукаса. Вон там следующий ресторан тоже картофельный. Вон там Демица тоже картофельный ресторан. Но обратите внимание, что ни один из других ресторанов не смог завоевать столько же поклонников и такой же популярности, как тот изначальный. Хотя этот, смотрите, даже и по цвету, и по всему похож. И картошка здесь даже дешевле. 35 реалов, а там она стоит 50. Люди берут эту картошку и поесть здесь, и отнести пару сумок домой. ее много, очень много. И она дешевая, совсем дешевая. Друзья, пока я стоял в очереди, а я еще не дошел, просто посмотрите, как эта очередь удлинилась. Она стала какой-то невероятно большой. Порции здесь бывают с колбасой или королевской, еще и с курочкой. Я взял такую, но маленькую. 3 килограмма в меня бы просто не влез. Абригада. Итак, друзья, картошка фри, за которой надо стоять в очереди почти час. Честно говоря, очень интересно попробовать, что это будет. 3-килограммовый мешок, за которым каждый день приходит огромное количество людей. Сразу скажу, что я ничего не жду такого особенного. Лучшую картошку, которую я ел когда-либо в жизни, в детстве мне готовил папа. И секрет папы заключался в том, что он жарил картошку на минимум трех разных видах масла. И картошка получалась просто шикарная. И я не думаю, что что-то может вообще это побить, но мне хочется попробовать. Пробую. Ребята, она по вкусу вообще не как обычная картошка фри. Она с гораздо более насыщенным вкусом, с таким мясным вкусом. Она очень вкусная. Если картошка папы это 10, то вот этого как минимум 9. это очень близко. А ну-ка мясо. Мясо суховато, но это тот случай, когда картошка вкуснее мяса, с которым она приготовлена. Ммм, ребята, она реально очень вкусная. Возможно, все дело в том, что там тоже намешаны жиры. То есть, она жарится на растительном масле, но в него добавляется колбаса, которая дает свой жир. Туда же добавляется бекон, и может быть, вот это все перемешивается. Опять же, три вида жира, как и у моего папы. Папа, прости, пожалуйста, что я выдал твой секрет картошке, но похоже, что один парень в Рио-де-Жанейро тоже его знает. Рад видеть, мужик, садись сюда. Отсюда сможешь снимать. Рано утром Гильермо забрал меня и повез куда-то. Снова есть и, кажется, снова в район трущоб. Где мы, скажи? Я не очень понимаю. Мы приехали куда-то в Рио. Да, мы еще в Рио. Это пригород называется Бенфика. Бенфика. Да, это пригород Рио, где много классных баров. Сегодня мы с тобой пойдем в бар грязных ног. Такие бары очень неформальные, простые. бар. Бар грязных ног, потому что моряки бедные рабочие. В прошлом, после многих часов работы, дружно приходили в такие заведения, в грязную окку. Мы называем это бедные пищи. В такие бары и сейчас можно заходить хоть босиком, хоть в одних плавках. И самое главное, не только выпить, но и сытно поесть, потому что работяги после трудового дня нуждаются в калорийной пищи. Так, ребят, я еще ничего не заказывал, я только пришел, и мне тут же что-то вручили. Наверное, это надо тут же пить. Этот бар грязных ног Адонис открыт уже больше 70 лет, и все это время принадлежит одной и той же семье. Наш стол быстро заполняется невероятным количеством закусов. Вот это очень по-португальски. Черные оливки, белая фасоль, тут у нас осьминог с беконом, а вот тут у нас блюдо, которое называется маландриньо, это что-то вроде скумбрии с ризотто, свиные шкуры мы называем тохезмо. Осьминог с беконом, рис и жареная рыба, свиные поджарки. Вы поняли, что голодным уйти из такого заведения не получится. Но вот хозяин несет еще одну тарелку, обильно поливая ее маслом и поставив ее на стол добавляет масло еще. Калории тут не считают. что-то очень-очень-очень жирное, что нам принесли. Это сырая треска, порванная руками с луком, чесноком, чесноком и оливковым маслом. То есть это просто сырая рыба. Сырая треска. Блюдо называется пуньета джибакаляу, что можно перевести как треска ручной работы. Но будьте аккуратнее в произношении, пуньета в португальском имеет и другое значение, которое сейчас тут даже говорить не буду, чтобы никому не портить аппетит. Смотрите, ребята, эта рыба, она не порезана, она именно как будто бы разорвана на кусочки, вот так вот ее разрывают просто на кусочки и складывают в тарелку. Из-за этого там прям большие куски рыбы с маслом, с соусом. Соуса? Рыба очень вкусная, фантастическая, сочная, вкусная. Очень вкусная. Очень вкусная. Да, очень. Любовь к треске в Бразилию пришла из Португалии, где эта рыба считается вообще основой местного рациона. Это, ребята, просто звиная шкура, причем с кусочками жира на ней, которая хорошенько-хорошенько запекается в масле. Ее жарят во фритюре, да? Да, но можно сломать зубы. Жуй это медленно. Меньше. Меньше. Барк рак. Ну, она грустящая. Ммм. Жирная. Жирная. Жирная, значит, много масла. Парри. Жирная. Впрочем, тут на столе жирно буквально все. Я, честно говоря, не верю, что в обычном баре можно приготовить хорошего осьминога, потому что его надо прям уметь готовить. Хороший. Хороший. Это значит хороший. Хороший. Я знаю. Хороший. Хороший. Хороший или нет? Ммм. So soft. Ребята, он нежный. Он очень нежный. Этот осьминог приготовлен так, как нужно. Просто посмотри, какой сочный. С ума сойти, да? Честно говоря, я думал, что осьминог с беконом плохая идея, но нет, они подходят друг другу отлично. Пока мы ели, владелец заведения все приносил и приносил новые блюда. время от времени Гильермо кормил и свою подругу, которая помогала нам со съемком. безусловно. – Благодарю. – Смирно. – Смирно. – Смирно. – Ха-ха-ха-ха-ха. – Смирно. – Ты была слишком медлен. И здесь, в Бразилии, очень жирная. Она с маслом, с картошкой. Но тут я встречаю так много спортивных людей. Я не знаю, может, так только в Рио-де-Жанейро? Конечно, на этом вопросе принесли кашасу. Да, это в основном культура Рио. Потому что тут лето весь год, и все ходят на пляж. Хочется показать свои мышцы. Есть всякие соревнования там. Так что я бы сказал, что эта культура зародилась здесь, в Рио. Но сейчас она распространяется по всей стране. Но, чувак, для бразильцев очень важно есть такие вещи, как рис, фасоль, юпу, касаву, картошку фри, пасту и мясо. Это все очень по-бразильски. Да. Даже если предложишь нам какую-то другую еду, мы такие... Не-не, это же не еда вообще. Да, не нормальная еда. И в этот момент нам принесли главное бразильское блюдо. фиджуаду. Это блюдо готовится три дня. То есть они начали тушить свинину в субботу. Готовили все эти куски три дня. Очень долгий процесс и много работы. Есть десятки рецептов фиджуады, но три компонента в ней обязательны. Черная фасоль, свинина и мука маниоки. По одной из версий блюда придумали черные бразильские рабы. Они брали фасоль, которой кормили только животных и рабов, свиные объедки с хозяйского стола и готовили все это вместе с индийской мукой из цветков маниоки. Словом, фиджоа в Бразилии называют чернокожих. По другой версии, блюдо это вообще древнеримское. И привезли его сюда португальцы. Говорят, что надо смешать все вместе. То есть я беру рис, я беру фасоль, я беру апа, вот эту вот пудру из цветков и смешиваю все это с мясом, а точнее с бычьим хвостом. Бычий хвост, ребят, это невероятно. Его, видимо, очень-очень долго тушили, ну, пихуаду делают действительно 3 дня, в нем не осталось жира, в нем осталось только вот эта вот мягкая, мягкая субстанция, которую ты ешь, как желе такое, мясное желе. Очень вкусно, да? А там заешь апельсином. Идеально дополняет. Ребята, апельсин, его кислота потом как будто бы очищает рот. Это, кстати, хозяйки на заметку. После жирной, насыщенной еды съесть немножко апельсина. Самое интересное, что за такой обед, или для меня это был завтрак, мы отдали около 40 долларов на троих. Расскажи мне о бразильских семьях. Сколько у вас обычно детей в семье? Чувак, у моей мамы было 8 братьев и сестер. Сейчас у людей обычно трое. Я бы даже сказал, что в обычной семье один или два, потому что очень дорого расти детей в Бразилии. Ну, и все решили, что в мире уже и так много людей. Ну, у меня есть друзья, которые работают и завели 4-5 детей. Я много общался с людьми из фавелы, и они говорят, что тут в Бразилии все еще есть очень сильное расовое расслоение. Думаешь, это правда или нет? Что тут много расистов? Ну, говорят, что все тут только для белых. Конечно, так и есть. Это правда. Да, мы очень большие расисты, так и есть. Ну, а что тут сказать? Я думал, что ты скажешь, что это бред. Слушай, ну, среди белых и правда много расистов. Я думаю, это из-за колонизации, из-за истории. Я думаю, что до сих пор многие места только для белых. Например, если черный парень придет в торговый центр Сан-Паула в Шлепанцах, его могут выиграть. Подумаю, что он из фавелы и что он преступник. Но почему? Это же расизм и дискриминация. Ты имеешь в виду, что если белый придет в Шлепанцах, ничего не скажут, а черному нельзя. Ну, может, сейчас уже не выгонят, потому что в Сан-Паула все же есть законы. Но на него будут оглядываться. Да вот тебе пример. Ко мне приезжали клиенты из британских Гуанна. И один был черным. И некоторые девчонки шарахались у него просто потому, что он черный. Они думали, он выглядит как бандит. Что это за фигня? Выглядит как бандит. Да куча бандитов выглядят как ты. Белые парни с голубыми глазами и светлыми волосами. Это надо как-то менять. А правда, что бразильцы, которые живут вне фавел, боятся ходить в фавел? Да, они думают, что там опасно. Думают, что там опасно. Но это же не так. В фавелах же... Нет, там безопаснее. Безопаснее. Там безопаснее. Безопаснее. Получается, бразильцы этого не понимают? Потому что у них неправильное понимание людей, которые живут в фавелах. И самих фавелах. Потому что они видят только новости, в которых изгущают краски. Гонятся за сенсациями. Чувак, ну что тут сказать. Ребята, мы в Рио-де-Жанейро и мы идем на футбол. Сегодня главное противостояние всей Бразилии с Фламенко из Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло. Стадион – это единственное место в Бразилии, где различия между жителями фавел и жителями богатых районов почти стираются. Атмосфера тут, ребята, конечно, непередаваемая. Как будто бы это не футбол, а карнавал. Стадионы тут всегда полны. Причем количество мужчин и женщин на трибунах очень близко. Занятно, что здесь, на стадионе, можно пить, можно курить, но при этом очень много детей, причем не подростков, а именно детей в возрасте, не знаю, восьми, может быть, даже меньше лет. Люди на стадион надевают все самое лучшее. Вон у парня огромные золотые часы. Но это не точно. Не знаю, как сказать вам об этом, ребята, но люди в Бразилии часто прячут вещи в трусы. Ну, чтобы не потерять. Просто дело в том, что очень многие здесь ходят в таких спортивных шортах, практически плавках. Карманы там маленькие и ненадежные. Поэтому, если нужно куда-то положить телефон или кошелек, то бразилицы очень часто положат это в трусы. Поэтому, когда бразилицы управляют что-то в штанах, вы не подумайте. У него просто телефон чуть ниже провалился. Или кошелек. Ну, в общем, фламинка выиграла. Меня залили, правда, сверху дольницы просто всем, чем кидались. Ну, а эмоции просто не разные. Тут у нас место для отдыха. Это наше самое большое открытое пространство. Здесь мы не только играем, тут же происходит большая часть общественных событий. Собрание, шоу, разное мероприятие. Это главное место встречи населения внутри общины. Футбольное поле – главное место любого района трущоб в Бразилии. Какими бы ни были обшарпанными дома вокруг, сколько бы мусора не валялось на узких трущобных улицах, поле будет чистое, аккуратное и всегда готовое к игре. И на нем почти всегда будет много детей. Футбол для этих детей – шанс навсегда вырваться из фавел. Выиграли? Нет? Опять нет? Слили, что ли? Да? Не повезло. Ну ладно, я тебя еще потренирую, надерешь им зад. В бедных районах Бразилии вырос Неймар, который сейчас получает больше 100 миллионов долларов в год, Рональдинья и многие другие звезды футбола. Есть, правда, и обратные примеры. Адриана Лейтерибера вырос в одной из беднейших фавел Рио. Играл за Фламенго, Интер, Рому и Майами Юнайтед. Но потом вечеринки и алкоголь вернули его обратно в фавелу. Более того, ходят слухи, что теперь он состоит в главном наркокартеле города – «Красная команда». Вот он позирует, изображая пальцами их символ – CV. И в этом мужичке с животиком и пивосом в фавеле уже едва узнать бывшую знаменитость. Как бы жители фавел не рассказывали о том, что там безопасно, и как бы члены картелей не описывали себя как Робин Гудов, своим детям тут почти каждый желает уехать отсюда как можно скорее. А у тебя есть дети? Можно узнать? У меня трое! И жена, чувак! Ты думаешь, твои дети тоже станут частью картеля? Нет! Я бы хотел для них другого будущего. Я все для этого сделаю. Я хочу, чтобы у них все сложилось по-другому, чтобы их будущее было не как мое. Но у них же не будет другого выбора, пока тут правит картель. Будет! Работать, учиться, стать достойным членом общества. У них будут возможности, которых у меня не было в жизни. Скажи, а у тебя есть семья? Есть! И как ты думаешь, твои дети тоже станут солдатами картеля? Нет! Мои дети живут в другом стате, далеко отсюда. И я надеюсь, они не повторят мою жизнь. Но есть, ребята, совсем другая Бразилия. Вдали от шумных городов эта страна невероятно красива. своей природой. Я отправился на север, в Ресифе, чтобы попробовать главный местный деликатес. Но сначала его надо поймать. Так, ребят, мы в пригороде Ресифе и отправляемся на какую-то безумную охоту. На нее меня пригласил Арсений. Он живет в Бразилии уже несколько лет. И бразилец Пабло. Мы идем в мангровый лес для того, чтобы собирать крабов. Если в России и вообще, скажем, в северных полосах, в широтах одно из главных развлечений собирать грибы и ягоды, здесь это собирать крабов. Вот. Это съедобно, это выгодно. Каждый краб стоит 3 ряла. 3 ряла – это 60 центов. Так что мы идем делать бабки. Я впервые иду в лес собирать крабов. Никогда такого не делал. В моем понимании крабы – это кто-то, кого в море ловят, ну или там на пляжике бегают маленькие крабики. Но эти крабы живут в лесу. Правда, не простом, а мангровом. Его во время прилива затапливает водой, а после отлива крабы выползают наружу. Мангровый лес, конечно, невероятно живописный. То есть это, по сути, болото, из которого торчат такие вот коренья, переплетенные между собой. Как будто бы ты в каком-то сказочном, реально сказочном лесу идешь по волшебному туннелю. Пару слов про бразильских обезьян. Вот здесь некоторые обезьяны, они воспитание людей. Они у вас ничего не грабят, не кусают, не воруют, не наезжают. Это вам не Тайванд какой-то. Эти милые, пушистые обезьянки, они вот, знаете, такие мемные, что вот... Ну, короче, реально, иногда воспитанные еще люди. Смотри на эту красоту. Пабло, юстак. Ладно, ребят, нам, видимо, придется одного, здесь бросить. Единственный минус такой охоты, дело это невероятно грязное. Крабы зарываются в мокрый ил. Проваливаешься в него иногда больше, чем по колено. И сначала мне показалось, что догнать там крабов не получится. Я туда дальше не пойду. О, смотри, монстры одного. Снимай его. Близко. О, большой, смотри, какой огромный. Сейчас надо попытаться поймать. первая добыча. Да, ребята, мы поймали первого краба. Арсений его каким-то образом увидел и схватил. Идем дальше. Я только начал. Играет ли? Слушай, скажи, а в Бразилии есть какие-то правила, что можно собирать, что нет? На кого можно? Вот мы можем вот этих крабов официально собирать? Не знаю. Тут свободная страна, тут все можно. На самом деле крабов запрещено собирать с января по апрель, когда у них брачный период. Мы, если что, делаем это уже после него. Вообще, красные мангровые крабы, как и сами мангровые леса, к сожалению, постепенно исчезают. Считается, что из-за глобального потепления. Впрочем, пока их популяция это десятки миллионов особей по всему миру, которые время от времени мигрируют. Самое знаменитое крабовое шествие устраивается в Австралии, где на Рождественский остров ежегодно перебирается целое полчища крабов, чтобы оставить там потомство. в какой-то момент Пабло начал мазать себя грязью. Говорит, чтобы крабы его меньше чуяли, но и комары не кусали. Пабло уже все возвращается к корням, использует глину, чтобы защищаться от комаров. Молодец. Вот так попадаешь в лес и все природное в тебе тут же просыпается. Все. Какой москит? Или индий? Индиец. Сейчас это через час голый идет короче прикрывшись этим листиком. Расскажи мне, а как ты вообще во всю эту красоту залетел? Я имею в виду в Бразилию. Сколько лет ты здесь уже живешь? Почти два года в Бразилии. Почему именно Бразилия? Потому что это лучшая страна для родов. Но прожив здесь два года, я вам скажу, что это также одна из лучших стран для жизни. Ребенок, рожденный в Бразилии, автоматически получает право на гражданство, а вслед за ним и его родители. Бразильский паспорт при этом считается одним из самых сильных в мире. Он дает безвизовый въезд более чем в 170 стран. Именно поэтому люди приезжают сюда рожать детей. И Арсений помогает таким людям освоиться в новой стране. Слушай, ну, я понимаю, что ты женат, тебе как бы нельзя это говорить, но жена не посмотрит. Правда, просто хочу у тебя узнать, правда, что бразильские девчонки, они прям реально горячие? Слушай, ну, мне таксисты рассказывают. Да, чисто по слухам, вот по слухам, что говорят? По слухам таксисты говорят, да, особенно, чем ближе к экватору, тем горячее. Так что приезжайте в Ресифер, нужно найти просто самую красивую здесь, и она будет такой огонь, что просто сожжет вас. Крабов мы сначала отнесли в местный ресторанчик, чтобы их приготовить, и потом отправились ужинать на лодку. Ребята, в общем, крабы у нас уже готовые, осталось только взять лодку, поехать в самое красивое место, и там все это съесть. Хочу с тобой вот так сделать. Да, я ему покажу. Не, я женат. Попыли. Ну ладно, тогда до свидания. Еще пожалеете. Пока, красавчики. Короче, пока мы отъезжали, нас пытались снять. Нас пытались снять, бразильянки, понимаете? Невозможно крабов спокойно поесть. Не дают, а поужинать. Все, все хотят, блин, секса. Легко. Да, вижу. Тебе легко тут подцепить кого-то, таковы бразильские девчонки. Ума, Жалеешь, уже да, что не поцеловал? Нет. Мои яйца стоят дороже, чем поцелуй с какой-то терпой. Вот, ребята, верность, что такое. Крабов пришлось открывать якорем, но это нас уже не остановило. Итак, ребят, едим лесных крабов. Конечно, это не те же самые, которых мы поймали, признаюсь честно. Мы, естественно, попросили в ресторане, чтобы нам приготовили и там нам добавили нормальных, потому что мы поймали что-то несуразное. Ребята, еды там мало, честно вам скажу, есть там почти нечего, больше сока. есть какое-то мясо, конечно, но знаете что, когда ты сам сходил в лес, сам собрал крабов, набрал полные сапоги грязи, а потом ты стоишь на закате, в мангровом лесу, на лодке и ешь крабов. Разве это не стоит того? понимаете, чем круто Бразилия? Здесь вам и огромный мегаполис, здесь вам и океан, здесь вам и озера, здесь вам и мангровый лес, и джунгли, и реки, и озера, и водопад, и все это рядом. Бразилия занимает полконтинента, это типа знаете, как Россия, огромная страна, да, только с джунглями, где типа вот. Ресифа когда-то тоже был опасным городом, но теперь это один из местных туристических центров. Летние резиденции здесь покупают многие состоятельные бразильцы и иностранцы, для которых строят вот такие шикарные поселки и кондоминимумы с закрытой территорией, бассейнами, собственными пляжами и полями для гольфа. Ребята, знаете, что такое настоящая роскошь в Бразилии? Сейчас хочу сначала проверить, потом рассказать вам. В общем, я в одном из самых дорогих жилых комплексов на Ресифе, и здесь вот этот бассейн, представляете, сделали, а ну-ка, попробуем, да, да, сделали с подогревом. Здесь, чтобы было понятно, среднегодовая температура 30 градусов. Бассейн с подогревом. На всякий случай, чтобы вот, вот, а мало ли что. Изначально, когда я ехал сюда, я думал, что вот это самое главное. Но когда я приехал сюда, да пофигу. Мне, честно, все равно, даже если мне не дадут паспорт, я счастлив, что я сюда приехал. Потому что Бразилия, она, она изменила меня. Я стал другим. Я стал более счастливым, я стал, ну, каким-то расслабленным, что ли. Действительно, здесь ты прям кайфуешь. Бразильский вайп, он непередаваемый. Его можно только прожить. Бразилия действительно навсегда оставляет след на том, кто тут побывал. Божественно красивая природа, яркие эмоции, острые ощущения и вкусная, сочная еда. Как вам эта страна? На комментарии я всегда отвечаю сам. Не забывайте про ваши лайки, ну и подписывайтесь, ведь мы уже погнали дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова